Продолжение следует... 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 По почте... В течение недели... А вот есть, например... Служба доставки СДЭК... СДЭК... СДЭК, многие, наверное, знакомы с этой службой доставки, доходят в течение двух дней, двух-трёх дней, даже могут за дополнительную пласту прямо в квартиру вам принести. Итак, вот такой шабер обязательно нужно приобрести. Ну, а в принципе, если у вас не такой есть, а какой-то другой, ну, ради бога, используйте, потому что над личком кукол там работы-то не так и много. Обязательно нужно, ну, иголки для сухого валяния нам не нужны, это другая история, обязательно нам нужен. И вообще для сухого валяния мы не будем там использовать сухое валяние. Клей обязательно, кристалл прозрачный и вот такой гель, обязательно гель. Супер момент, он бывает жиденький, но я предпочитаю гель. Он даже крепче и не так растекается. Для волосиков я использовала это стрижка козочки. Не помню, где купила, лежала в моих залежах. Эти уже готовые, мытые, крашеные. Там надо всего чуть-чуть было мне чёлочку сделать. А вообще можно даже без волос делать. Можно какие-то кружавчики выпустить. То есть, если есть из чего сделать волосы, конечно, делайте. Если нет, не из чего. Не расстраивайтесь, обойдёте без этого. Обязательно нужно. Хорошие маникюрные ножницы. Очень острые. Мы будем постригать ими искусственный мех. Тупыми ножницами эту работу не сделаешь. Вообще, вот если вы купили такие маникюрные ножницы, берегите их, ничего больше ими не стригите. Это очень-очень важно. И, конечно же, вопрос, который вас будет волновать, это какой мех я использую для оформления кукольного личика, для оформления теги-долочки. Это не реклама, а просто вам рекомендую. Но я рекомендую вам, потому что я сама там покупала. Магазин на ярмарке мастеров называется Плюшевый рай. Мех для мишек Теги. Город Воронеж. Почему именно этот магазин? Потому что у них огромный выбор. Смотрите, 439 позиций искусственного меха. Совершенно разного. Причем меха, который даже имитирует. Вот рыжий лист, рысь, белая, дикой кошка, ягуара, дымчатый леопард. Посмотрите, сколько здесь меха всякого, всевозможного. Даже совушек, перышки. Леопард опять. Ну, нам леопард вряд ли нужен. Нам нужно что-нибудь подобрать. Домишек Теги. Значит, высота ворса от, ищите от 15 до 25 миллиметров. Ну, давайте мех с высотой ворса 25 миллиметров. Посмотрим, что нам здесь предлагают. Посмотрите, какой замечательный мех. Сиренево-розовый песец. Ну, мы делаем, конечно, девочку Тедди, да? Тедди Долов. То есть, как бы, я делала медвежонка. Больше, ну, как бы, девочку-медвежонка. Но вы можете, ведь и лисичку сделать, и собачку, и зайчика, и белочку, или медвежонка. Вот, смотрите, сиренево-розовый песец. Ну, вот оформить так мордочку, ну, замечательно будет. Вот такой сиреневый мишка. Ну, класс, правда, согласитесь. Персидская кошка. Померанский шпиц. Шиншилла. Посмотрите, какой здесь богатейший выбор. Мятно-салатовый, гранат, мята, йорк-терьер. То есть, здесь прямо имитация, именно, имитация вот разных зверюшек. Выбор огромный. Что вы ведь подберете? Значит, ищем мех высотой от 15 до 25 миллиметров. Вот я сижу с линейкой, но больше не надо. Ну, 30 миллиметров, ну, тоже будет длинноватый мех. Все-таки его придется, тогда его придется просто постригать. Еще я использовала фетр. Нужно искать фетр толстый, толщиной 2 миллиметра. Ну, 1,5-1 миллиметр тонковат, хотя можно использовать, но тонковат он. А 2 миллиметра? А 2 миллиметра то, что нужно. Для чего? Когда мы будем делать вот эту брошку, саму, тадидолочку. То есть, внизу у нас будет подкладочка из фетра. Можно использовать, кстати, искусственный замш. Или можно использовать толстую баечку. Баечка, знаете, такая ткань есть, однотонная. Мы будем пришивать вот эту тадидолочку к этому фетру. И потом уже непосредственно фетр пришивать к самой варежке. То есть, вот, что-то подумайте о подкладке. Ну, желательно, чтобы это подходило под цвет варежек, конечно. Чтобы все это гармонировало и не выделялось. Ну, вот, о такой подкладочке нужно подумать заранее. Этот мастер-класс не о том, как связать варежки, а о том, как сделать вот эту брошку, накладку, тадидолочку. Варежки вы можете связать сами, что я рекомендую. Потому что, если мы позиционируем нашу вещь, как полностью ручная работа, то и варежки мы должны сами связать. Но если вы не умеете вязать, очень много в Ютубе замечательных мастер-классов, как связать варежки на пяти спицах. Или просто купите готовые варежки. На Алиэкспресс самый дешевый вариант. Но качество, конечно, на Алиэкспресс не очень, честно скажу. Ну, и я вообще предпочитаю сама все-таки варежки вязать, чтобы это была полностью ручная работа, единственным экземплярем. Прежде всего, нужна рабочая поверхность. Правильно выбранная рабочая поверхность. Это может быть вот такой коврик, специальный коврик и рукоделие. Он не дешевый, правда. Но он очень удобный. Он бывает разных размеров. Я себе купила в свое время, видите, измазала растворителем и расплавилась краска. То есть, с ним все-таки надо поаккуратнее обращаться. Это обычный растворитель. Когда я работала с масляной краской, вот такую бяку сама себе сделала. Но я его не меняю, потому что он у меня старенький уже. На нем удобно, действительно. Это может быть вот какая-то такая вот поверхность. Это для детского рукоделия. Это совсем дешево стоит. Загляните в Алиэкспресс. В Алиэкспресс надо ждать долго, вы знаете. На чем еще можно работать? На деревянной поверхности. На бумаге не рекомендую, потому что если вы будете работать с пластиком, в пластике есть пластификатор, который может уйти в эту бумагу. И тогда пластик потеряет свои качества. То есть бумагу мы не используем. Но возьмите, в конце концов, если у вас ничего нет под рукой, возьмите большой черный, такой, знаете, мусорный толстый мешок. Вот продаются большие, такие большие, огромные мешки. Они прочные, толстые, на них хорошо видно. И не жалко потом выкинуть. Личико куклы я буду делать из кэропласта. Почему я выбрала именно кэропласт? Вы можете использовать любой пластик. Запекаемый, самозатвердевающийся. В конце концов, папье-маше. Готовое папье-маше или сами сделать. Я в своих мастер-классах много рассказываю о том, как сварить правильный клейстер, как накладывать слои. Но возможно сейчас не об этом речь. Возможно, вы умеете это делать. Любой пластик совершенно не имеет значения, из чего мы будем делать личико нашей куклы. Дело в том, что пластика надо мало, потому что личики мы будем делать небольшие. Личики будем делать вот именно на это место. То есть если у нас все-таки личико будет твердое на варежках, и если вы вот сюда прикрепите, то, кстати, будет торчать некрасиво. То есть нам нужно личико уместить будет вот именно на это место. Если вы вот сюда прилепите личико, то же на сгибе некрасиво будет торчать. То есть личико должно лечь у нас именно вот на эту площадочку. Пластика немного надо будет. Но почему я выбрала именно Кэропласт? Потому что он самый доступный, именно из-за его легкой доступности. Это один из самых доступных, да не один из самых, а самый доступный, пожалуй, пластик. Его даже назвать пластиком сложно. Это, скорее всего, глина с добавлением пластификатора. У этого пластика есть свои плюсы, свои минусы. Я вам о них расскажу. Вы увидите это все в процессе работы с этим пластиком. Но во всяком случае вы можете пойти, если вы живете в большом городе или в каком-то небольшом городе, вы можете пойти в канцтовары, в какой-то магазин, где канцтовары продаются. Это самый простой вариант, если у вас нет даже магазина для рукодельницы, для творчества. Сейчас эти магазины очень популярны, и во многих городах их организовывают. В обычные канцтовары, где школьные преднадлежности, там вы этот пластик найдете, потому что этот пластик любят использовать в школах именно для школьников, для рукоделия. Я не знаю, почему именно этот пластик выбрали. Фирма Кахинор. Может быть, из раскрученной фирмы. Не знаю, честно, почему этот пластик выбрали, потому что работать у него очень много минусов. В принципе, Кахинор – это чешская фирма. Да, доступно. Раньше он вообще копейки стоил. Сейчас он, конечно, подорожал. Не буду углубляться в политику, с чем это связано. Но сейчас он подороже. Но нам нужно немножко. Нам нужно будет наличка чуть-чуть. То есть у нас вот из этой пачки, которая 300 грамм, выйдет для трех пар варишек, наверное. Но для двух – это точно. Для двух – 100%. Сейчас посмотрим, сколько. Ну, они продаются и маленькие тоже. Вот такие маленькие пачки. Пачки побольше есть. Ну, вот у меня 300 грамм. У меня внук учился в школе. Им велели купить этот пластик, и он остался. И вот он лежит. Я думаю, а что у меня лежит? Дай-ка я его использую. Потому что для куклы, для сложной куклы, я бы не рискнула его брать близко. Хотя есть мастера, которые делают куклы из каэропласта. Ну, я как-то вот... Пальчики все-таки работаю с ним. Лички-то мы легко сделаем, а вот пальчики делать, ручки – это, мне кажется... Потому что основной недостаток этого пластика – он трескается. Он очень сильно трескается. Но мы будем с ним работать, мы будем шкуривать, залеплять, эти трещины убирать. Я покажу вам, расскажу, как с ним работать, чтобы трещины минимизировать, чтобы их было как можно меньше, или вообще они не появлялись. Все это реально. Так вот именно поэтому я выбрала именно этот каэропласт. Ну, буду называть его пластиком, хотя еще раз говорю, что все-таки вот здесь даже написано... Что здесь написано? Керамика, модель... Ну, чуть не по-русски. Ну, ладно. Но это все-таки глина с добавлением пластификатора. Нужны обязательно любые влажные салфетки. Но лучше... Знаете, такие бывают с кремами. Это не надо. Просто обычные влажные салфетки самые дешевые. Мне нам нужны обязательно. Я беру пакет с каэропластом и разрезаю, как показано. Вот он, этот пластик. Видите, какой он мягенький, очень податливый, очень приятный. При работе с этим пластиком запомните первое правило. Ни в коем случае, как можно меньше воды. Если вы будете использовать воду, то пластик будет очень сильно трескаться. Но закрывать пластик влажной салфеткой, вот так вот, нужно обязательно. Иначе он, это пластик, самый затвердевающийся, и он застывает на воздухе. Вот так вот закрыли и убрали в целлофановый пакет. Это правило хранения вот этого пластика. Воздух отсюда выжимаем. Это вот основное правило хранения этого пластика. Нам нужен листок. Вот я использую формат А4, потому что я вам буду этот эскиз высылать по почте. А вообще рекомендую использовать вот такую миллиметровую бумагу. Очень удобно. Потому что здесь, вы знаете, на миллиметрах все разбито. Рисовать ровно. Очень удобно. Но я вырезала форматом А4, потому что я буду вам высылать в электронной почте. Значит, беру сантиметр или линейку и замеряю от костяшек до этих костяшек сколько. Но у меня 5 сантиметров. Значит, я сделаю поменьше, потому что, значит, головка у меня должна в общем, ну, чуть-чуть, может быть, повыше, но где шапочка будет, где волосы будут, вот где вот эта верхняя часть. Я замерила 5 сантиметров, но отложу я поменьше, 4,5 сантиметра. То есть на пол сантиметра поменьше откладываю. И прорисовываю вот раз, два, три, четыре и пол сантиметра. И прорисовываю вот такое вот яичко. Форму яйца вот здесь пошире, внизу поуже. Вы видите, что миллиметровая бумага позволяет мне сделать это достаточно ровно. прорисовала. Прорисовала. Теперь, отложив 5 миллиметров, я делаю вот такая у меня будет заготовка из фольги. То есть я делаю для фольги эскизик на 5 миллиметров меньше. Мне нужна обычная пищевая фольга. Я не знаю, какой толщины фольги я куплю в очередной раз. Вот это тоненько, бывает потолще. Поэтому я отложу 60 сантиметров в фольге. И вот таким образом леплю личико, как бы маску. вот такого вот размера внутреннего. Не выхожу из размера. Вот у меня даже лишнее. Ну, я говорю, это зависит от того, как 30 сантиметров даже лишнее. Ну, отложу, они пригодятся. Половина, значит, надо было мне 30 сантиметров отрезать. При работе с фольгой я люблю использовать молоточек. Мне нужно подогнать под размер внутреннего яичка. и должно быть выпуклое. То есть, вот таким образом. Просто руками это достаточно сложно может сделать, потому что фольга, она всё-таки уплотняется. Так, что я вижу? Великовато. Вообще, даже знаете, как можно сделать? Вы можете даже вот так отрезать фольгу. Когда она хорошо уплотнена, вы видите, что форму я эту не теряю. Внизу уже сверху шире. То есть, форму яичка можно вот так вот по столу выравнивать тоже. яичко должно быть ровное, не перекошенное, желательно без каких-то углублений. Не торопитесь, пожалуйста, не надо торопиться. Делать такое. Естественно, если вы делаете на рукавичке, то делайте параллельно сразу же второй экземпляр. молоточком вот так вот. Самое главное не торопитесь сейчас, чтобы было ровно и чтобы вот эта поверхность не была плоская, чтобы она была вот так вот. Если смотреть, чтобы была дуга, с этой стороны ровная дуга и с этой стороны следите, чтобы дуга была ровная. Пальчиком вот так вовнутрь надавливаю, у меня как раз форма дуги и образуется. видите, как я достаточно долго, не быстро всё это. Ну, вот здесь пластик добавится. Не нужна же нам у нас здесь будет какая-то прическа, шапочка, у нас здесь что-то будет дополнительно. Ещё пластик будет. То есть огромная голова здесь, конечно, не нужна. Огромная голова будет смотреться мне кажется не очень нелепо. А потом всё зависит от кого мы делаем. Взрослому человеку или ребёночку. Такие варежки может носить не только ребёнок, но и вполне взрослый человек. Почему бы и нет. Ну, вот что у нас получилось. теперь точно таким же образом я делаю вторую. Тем более вот 30 сантиметров мне хватило. Я увидела сколько. Вишни отрезала, у меня 30 сантиметров осталось. делаю вторую. отрезала. До встречи. До встречи. Конечно, ничего страшного особенного не случится, если у нас чуть-чуть будет расхождение в размерах. Но все-таки стараемся делать одинаковое. Все-таки у нас это ручная работа и небольшие расхождения. Это не страшно, но стараемся, чтобы было одинаково. Чтобы сильно в глаза не бросалось отличие. Можно вообще сделать девочку и мальчика, правильно? Будет очень забавно смотреться. Обязательно ровно. Вот вы запомните такое правило. Очень важно, вы скажете, что потом можно долепить, но очень важно сразу болванку сделать ровной и правильной. Потом легче работать будет. Исправить, конечно, можно в процессе работы с пластиком. Долепить, срезать, отшлифовать. Но лучше сразу делать правильно. Так, с этой стороны просматриваю. С этой. Со всех сторон просматриваю, чтобы было ровно. Ну, как-то так вот оставляю. Я вас сейчас научу приемы, которые используют опытные кукольные мастера. Ставится зеркало, ровно ставится. Свет должен ровно падать. Лучше делать, конечно, вообще работу лучше при дневном свете. Но мы, к сожалению, ночные феи, часто кукольные мастера или вообще рукодельницы, любят работать по ночам, когда все тихо, спокойно, никто не мешает, не отвлекает. Итак, ставится вот так зеркальце. И вы начинаете зеркальце вот так вот просматривать. Вот таким образом опытные кукольные мастера просматривают, определяют симметрично или несимметрично. К этому приему, скажу вам сразу, надо привыкнуть. Сначала он вам покажется, ну, ничего тут не видно. А потом, когда привыкнете, то поймете, что я права, что работает прием-то. Лучше привыкнете сразу, а помучайте, посидите. Зато потом вы избавите себя от множества ошибок, связанных с тем, что у вас лицо несимметричное. Открою вам много секретов, после которых, возможно, вы захотите сделать большую настоящую авторскую куклу. То, что мы с вами делаем, это так, баловство, конечно. Потому что настоящая авторская кукла – это произведение, которое требует знаний, затрат, умения. Попробуйте, вам понравится. Скажете, а я, наверное, сделаю куклу. Возможно, с моей помощью. У меня есть очень хороший мастер-класс. Так, две болванки я сделала. У нас с вами будет детская личка. В детском личке глазки находятся ниже середины головы. Обязательно. Есть правила, анатомические правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Мне нужно добавить лобик. Я беру кусочек ластика. Так вот, готовлю и накладываю на то место, где у меня будет лобик. То есть я уже примерно представляю, где у меня будут глазки ниже середины головы. У нас потом подбородочек добавится. А вот сейчас мы будем добавлять именно лобик. Чтоб ровненько было. Постучу молоточком. Нам нужно, чтобы у нас держался фольга. Для этого можно взять кусочек каэропласта. Маленький-маленький кусочек. Так, как его подмять. Ну и как бы подклеить. Вот у нас уже ничего не елозит. Мы можем спокойно с вами сразу сделать ровно. Просто это для того, чтобы держалось. Клей. Не надо клей. Так, все держится. Можно наверх еще положить кусочек пластика. Вот так вот. Заодно залепим вот эту дырочку. Вот эту дырочку убрали. Раз. Фольга, как пластилин. Пожалуйста, лепите. Вот у нас лобик есть. Слежу, чтобы лицо было, не было плоским ни в коем случае. Плоские лица это у монгола, у восточных людей. У них лица плоские, у монгольской расы. У европейцев лица овальная, дуга. Вот если смотреть, у европейцев лица здесь вот дуга. Может быть, вы захотите японочку сделать. Тогда, пожалуйста, плоское лицо. И то же самое со второй. Плоское лицо. И опять смотрю, чтобы все было симметрично и ровненько. Вот эта поверхность обязательно должна быть у нас плоской. Хорошее. У нас плоское лицо. Продолжение следует...